Любителям канасуба привет! А остальным мой паблик в ВК, где я пущу всякие новости о своем канале. Ссылка в описании. Как я вижу, тайтл вам ну очень понравился. Ведь про второй сезон меня не попросил только мой пес. Сегодня я посмотрю, расскажу и обработаю второй сезон сей чудного произведения. А также возьму фильм в оборот. Ну и да, тебе следует заварить чай, поставить лайк, написать коммент и нажать на кнопку подписки. Погнали! Казуму пытаются посадить в тюрьму, западрив дачи депутата. Его обвиняют в сотрудничестве с армией тьмы. Наших девчуль такой расклад не устраивает, и они вступаются за своего жалкого, но единственного кавалера. Но доблестную тетю прокурора не сломить. Ребята из гильдии тоже решили поддержать нашего Аэша, но безуспешно. Ведь прокурор пригрозила им впаять соучастие. После такого муа все отвернулись от Казумы, кроме Даркнесс. Но как мы знаем, ею движут специфичные наклонности, так что она не в счет. Ну все, пора в тюрячку. Казуме вообще не прикольно, однако он уже смирился со своей участью, так что все норм. Но его решает спасти Аква, исполнив хитроумный план. Мегумен при помощи магии взрыва отвлечет охрану, пока Казума будет бежать. Богиня протягивает нашему Аэшу отмычку, и тот решает действовать. Но вот проблемка. Замок-то кодовый. Ну и Казума не придумал ничего лучше, чем лечь спать. Аква не оставляет попыток. В этот раз она принесла в ножовку. Но вот проблема. Наш ГГ не дотягивается до прутев. И поэтому он снова ложится спать. День допроса. Казуму допрашивают при помощи детектора лжи. Прокурор задает Казуме неудобные вопросы, на которые честно отвечает, ну не очень красиво. Чем понижать ЧСВ нашего героя? Но все вроде налаживается, когда ГГ говорит, что он телепортировал раскаленное ядро ходячего замка ради спасения города. Ну и слова Казумы подтверждает детектор лжи. Прокурору крайне неудобно, ведь она не очень хорошо обошлась нашим маленьким героем. Потому она сразу же начинает ему угождать. Вон, даже чай принесла. После глотка чая прокурор задает последний вопрос, имеет ли Казума какие-то дела с владыкой демонов или его приспешниками. Наш герой кричит, что нет. Но как мы знаем, это чистая ложь. Ведь милая девочка Лич, одна из генералов, приплыли. Казуме светит умерщвление. На суде очень много людей дают показания против Казумы. То трусы украдет, то меч продаст. Короче, проказник. Всю линию защиты прокурора крушит в пух и прах, указывая на очевидные просчеты девочек. Но тут наш Аяш, няшка и просто везунчик кричит, что не работает на владыку тьмы. Ну и детектор показывает, что это правда. И из этого следует, что Казума не виновен. Однако депутата с подорванной дачей такой расклад не устраивает. И он решает довести дело до конца. От верной смерти ГГ спасает Даркнесс, рассказав судье о своем знатном происхождении. Ее семья приближена из самого короля. Лалатина Дастинес Форд просит у лорда отсрочку по делу Казумы, дабы он смог доказать свою невинность. Взамен Даркнесс делает все, что угодно. Ну и обиженный депутатик соглашается. Все получается. Казума жив, цел орел. Уже дома. Главный герой прощается с Даркнесс. Ей пора домой к тому лорду. Теперь Казуме нужно доказать, что он не является приспешником владыки демонов. А также выплатить стоимость поместья. Казалось бы, справедливо. Но тут врываются солдаты и конфискуют все имущество в уплату долга. Приключения сада Казумы только начинаются. Ребятки переживают насчет Даркнесс, в особенности Казума. Ведь шанс того, что она отрабатывает натурой, очень велик. Из новостей. Мегумен нашла котенка. Казума решил, что любительницу повзрывать тоже стоит посвятить в темные мысли. Теперь все переживают насчет Даркнесс. Но тоску и уныние разгоняет прокурор со своим врывом с ноги. Ребятам поручили прибраться за собой. Из-за магии взрыва Мегумен, жабы вышли из спячки раньше времени. И теперь кошмарят округу. Ну и снова с ними все не слава богу. Тактика, кстати, та же. Девочек жуют, а Казума работает. Но в один момент их становится слишком много. И ребятки дают по газам. Все бы ничего, но девочек хватают жабы и начинают есть. Благо наших героев спасает незнакомая волшебница. Которая, ну, очень похожая на Мегумен. Ее зовут Юн-Юн. И она самопровозглашенная соперница взрывной дамы. Юн-Юн вызывает Мегумен на дуэль. Но вот проблема. Наша шляпница уже кастовала сегодня. Поэтому девочки будут выяснять отношения в рукопашную. У Мегумен все шансы на победу. Ведь она вся измазана в слизи из жабьего желудка. Ну и после склизких обнимашек Юн-Юн сдается. Придя домой, Казума и Мегумен бегут мыться. Ведь в городе наш ГГ нагрубил взрываки. И та его обильно измазала в слизи. Ребятки не могут поделить ванну. Казума уступать не собирается. А ведь он сторонник гендерного равенства. А в ванну им надо одинаково. Долго они не думали и решили пойти вместе. Ребятки с кайфом парились, но тут домой приходит Аква. И как бы ситуация реально неудобная. Ведь не гоже парню с боевой подругой младше 16 лет разделять ванну. Ну и у Казума решает заморозить дверь. Да, он настолько боится осуждения со стороны Аквы. Трюк прокатывает. Но после каста заклинания у Казумы совсем не остается сил. И тогда Мегумен решает ему отомстить за все колки и словечки в ее адрес. ГГ ну не очень приятно. И он зовет Акву на помощь. Неловкой ситуации избежать не удалось. На следующий день Шуе отряд направляется к Виз. Дабы продать лут с жаб. И там ребятки встречают Юн Юн. Она устроилась к нашей знакомой в магазинчик. Юн Юн. В очередной раз предлагает дуэль Мегумен. Виз такой расклад не устраивает. И она предлагает девочкам использовать шар дружбы. После его применения использовавшие становятся лучшими друзьями. Мегумен сначала воротит нос. Но потом Юн Юн взяла ее на слабо. Оказывается. Этот шар показывает все воспоминания пользователей. Там было все. И то, как Юн Юн в полном одиночестве праздновала день рождения. И то, как Мегумен воровала хлебные корки. А также не стоит забывать о том, что Юн Юн пыталась вызвать нечисть, дабы хоть кто-то с ней подружился. Во всех воспоминаниях прослеживается забота. Мегумен постоянно помогала и подкармливала Юн Юн. И потому она захотела превзойти некровную старшую сестру. Кстати. Девчатам показ воспоминаний не понравился. И потому они разбивают шар. Ну и после Юн Юн в очередной раз предлагает Мегумен состязание. Но та говорит, что уже взрослая для подобных игр. Вон уже ванну с парнями принимает. После такого Юн Юн признает поражение и убегает в слезах прочь. Ну и очередная победа Мегумен. Будни в другом мире продолжаются. Казума вновь ходит со взрывакой на ее тренировки. Правда, спустя десяток-другой взрывов он взгрустнул. Ведь денег-то нет. Казума берет квест на исследование подземелья, в котором чисто теоретически могут быть сокровища. Ну а кто не любит манисы? Вот кто. Мегумен. Под землей она будет совершенно бесполезной. Со своей взрывной магией. Казуму это не остановило. И они двинулись на поиски приключений. Наш ГГ спустился первым. Благодаря новым скиллам он может видеть в темноте и не палиться от слова совсем. Однако тихую тишь нарушает Аква, которая полетела вместе с Казумой. Как выяснилось, богини тоже умеют видеть в темноте. Ну а Мегумен в это время чилит наверху. Казума и Аква продвигаются вглубь подземелья. И пытаются найти хоть что-то ценное. Правда разок как чуть гремлин не прибил. Ну да не суть. Кстати, по пути наша любимая богиня отправляет неупокойные души на тот свет. Немного поблуждав, Аква случайно находит потайную комнату с архимагом по имени Кель. Который построил это подземелье. И он почему-то просит у нашей богини помощи. Короче, Кель крутой мужик. Который пробудился из-за ауры Аквы. Он сбежал из королевства вместе с дочкой короля. Так как ее выдали замуж против ее воли. Хотя та любила нашего мага. Против него ополчилось целое государство. Но вот проблемка. Время не прошло. Ну, по ощущениям лет 300. Женушка давно отправилась на тот свет. А Кель не может отправиться за ней. Ведь он обратился в лича. Если верить догадкам Казумы. То такой мув был вызван плачевным состоянием господина архимага. Он был сильно ранен. И дабы тот смог и дальше оберегать свою возлюбленную. Кель обратился в лича. Так вот. Кель попросил Акву упокоить его душу. Ну и наша богиня с радостью это сделала. После отправления клиента на тот свет, ребята забрали сокровища и двинули на выход. Заработали, ребятки, ну реально много. И это хороший повод отпраздновать. Правда, Аква немного перебрала. У ребят все плохо. Денег нет. В стране кризис. Акве холодно. Но тоску и уныние разгоняет Даркнесс, которая ворвалась в комнату, даже не постучавшись. С ней, кстати, все нормально. Граф плохих вещей не делал. Но цена за свободу Казумы довольно высока. Даркнесс надо выйти замуж за сына того депутата. Но он, она не хочет и просит помощи у друзей. Казума придумал бомбический план. Сначала выйти за сынка, а потом развестись. Если что, главный герой за время отсутствия нашей любимой Даркнесс понял ее бесполезность. А лишние нахлебники ему в пати не нужны. И потому он хочет сбагрить ее куда подальше. Ну вот и все, ё-моё. На скотный двор резко врывается прокурор. Она обеспокоена внезапным появлением монстров в округе. А пришла она к нашим героям, так как они шуешники и шути. И могут навести шума. Казума отправляет Мегумен вместе с прокуроршей. Ведь она крайне сообразительна в делах любовных. Ну, короче, может помешать хитрому плану злого гения. Герои прибывают домой к Лалатине. Казуму и Акву временно нарекают обслуживающим персоналом. Отец семейства сказал, что если встреча с женихом пройдет хорошо, то Казуму наградят. Плюс мотивация, так сказать. Ну вот и все начинается. Красивый пупс входит в зал. И тут Даркнесс срывается с цепи и бежит его оскорблять. Благо Казума оказался рядом и вставил ей палку в колеса. Лалатину не устраивает такое обращение. Она думала, что друг будет ее поддерживать. И сразу после замечания в сторону Казумы делится своими предпочтениями к противоположному полу. Если кратко, идеал нашей аристократки Антон Логвинов. На самом-то деле с ужины приехал, дабы отказаться от помолвки. Но прямолинейное поведение Даркнесс вызвало в нем интерес к ее персоне. Нашу рыцарку такой ответ не устроил. Но и она вызвала своего кунчика на бой. И тот, конечно же, одержал верх в искусстве владения мечом. Однако сдался, ведь волю Даркнесс сломить ну просто невозможно. И дабы показать глупому аристократику, как нужно сражаться, она вызвала на бой Казуму, который использовал грязные трюки, которые я показывать не буду. Так как в этих двух минутах ту матч фан-сервиса, под конец боя приходит отец и застает свою дочь в измученном виде. Немного позже аристократик рассказывает отцу, что хочет отказаться от брака. Ведь по-настоящему счастливой Даркнесс делает только Казума. Но и она решает подлить масло в огонь. Говорит, что беременна от нашего Аиша, а Батек шутки не понимает и начинает плакать от счастья. Ведь семья – это главное. Но его слезы прерываются прокурором. Оказывается, что из подземелья, где были наши герои, толпами валит нежить. А все из-за магического круга, отгоняющего мертвяков, который начертила Аква. Добравшись до подземелья, герои замечают, что монстры-то необычные. Они маленькие и взрываются. Казуму и Даркнесс спускаются и встречают одного из генералов владыки демонов. Зовут его Ванир. Довольно харизматичный челик, да еще и милых монстров лепит. Он, кстати, безобидный, как и Вис. А приперся Ванир, потому что ему приказали разузнать, как же умер Дулахан. Ну а еще у него есть шизовая мечта, которую мне лень расписывать. Ну, короче, тролль он знатный. Его сила в том, что он может залезть в голову противника, видя все его слабости и сокровенные тайны. Но долго смущать наших героев у него не вышло. И Ванир скоропостижнулся. Подумал я. Благо сценарист думает иначе. Ванир захватывает тело Даркнас, теперь он так просто не откиснет. Да и вообще, убивать товарища-то не хочется. Однако он не учел одного, что боль, вызванная сопротивлением контролю, доставляет нашей рыцарке безумное удовольствие. Ну и пока Даркнас бесила Ванира, Казума стер круг Аквы. И они вместе отправились на поверхность, где уже Аква принялась кошмарить Ванира. Изгнать его решили просто взрывной магией Мегумен. А че, почему бы и нет? Перед кастом, Казума говорит прокурору, что всю ответственность он берет на себя. Даже если дело плохо кончится. Ну и бабах. Отряд Казумы приставили к награде. Даркнас, если что, жива. Просто была тяжело ранена. Но Аква ее подлечила, так что все ок. Государство убедилось в невиновности Казумы. И сняло с него все обвинения и списало долги. А за победу над Ваниром выдало еще 40 лямов сверху. Несчастье ли это? Казума и Даркнас направились к Виз. Так как грохнули ее друга. Ну и как бы, надо извиниться. Но короче, ребят, сюжетный твист. Ванир жив. И теперь заведует магазинчиком Виз. Так что теперь он просто няшный няшка. Кстати, он предложил Казуме сотрудничать. Они на пару будут изготавливать вещи из Японии и продавать их тут. Ну и естественно, это сыскало коммерческий успех. Из нового. Казума заказал себе амуницию. Катана просто супер. А вот с доспехами беда. Он не может в них ходить. Так как вся эта бандура весит тонны 3. Короче, Казума пчел еще тот. И не знает, как ходить с катаной. А вот вам краткий гайд. Короче, он попросил кузнеца укоротить свой меч. И пока ребятки брали квест, Мегумен нарекла меч Казумы Чун-Чун-Мару. Звучит забавно. А если честно, то не очень. Во время выполнения квеста по уничтожению стада ящеров-бегунов, все идет А. Не по плану. Б. Казума поскальзывает и умирает. Короче, очередная встреча с той милой богиней. Ну и получается очередное перерождение. Правда, в этот раз не совсем по своей воле. Ведь девочки начали издеваться над его телом, пока он беседовал с Эрис. После воскрешения на Казуму все странно смотрели. Оказывается, что Мегумен подписала его достоинство как святой меч Экскалибур. На следующий день Мегумен замечает, что Казума и Аква себя странно ведут. А еще они почему-то называют себя богачами. А все из-за предложения Ванира, который захотел купить права на японские изобретения за 300 миллионов. Так что ребятки предвкушают сладкую жизнь. Казума больше не хочет геройствовать. И решает жить, сидя перед камином. Мегумен такой план не устраивает. И она пытается достучаться до Казумы. Но тот говорит, что все на самом деле ок. У него просто шея еще не зажила. У нашей взрываки отличный план. Отправиться на горячие источники. Все согласны и счастливы. Уже утром перед отъездом Казума решает зайти к Ваниру. Дабы сообщить о том, что он еще подумает над предложением. Тот отмечает, что все ок. Он никуда не торопится. Но еще вручает Казуме виз. С просьбой присмотреть за ней. Герои отправляются в путь любую с местными красотами. Но поездка прерывается стадом животных. Которые бегут к самому твердому предмету в округе. Дабы его перепрыгнуть. А надо это все, чтобы впечатлить самок. Ну а самое жесткое, что есть, это доспехи Даркнесс. Так что ребятам надо расхлебать эту кашу. У Казумы хитрый план. При помощи Даркнесс он заманил всех бегунов в пещеру и подорвал. Ну разве он не гений? Все благодарны нашему шуи отряду. Ведь все выглядело реально эффектно и круто. Правда Казуме не очень удобно слушать слова благодарности. Ведь вся эта заварушка произошла из-за него. Главному герою настолько стыдно, что он даже отказался от денег, который мы предложили за спасение. Ночью происходит очередной форс-мажор. На лагерь напала стада зомби. Сложив 2 плюс 2, Казума понимает, что их привлекла аура Аквы. Благо она быстро всех изгнала. Бедному герою пришлось в очередной раз отказываться от награды. И делать вид, что они просто благородные чубсы. Приехав на курорт, Казума узнает, что в этом городе находится церковь культа Аксис. Они поклоняются Акве. Ну и соответственно, наша богиня чуть не сошла с ума от счастья. А вот нашим героям такое не особо вкатывает. Ведь абсолютно каждый житель старается навязать блинский культ Аквы. Представляете, даже дети не исключение. А богиня в это время отпускает грехи. Казуму такой расклад не устраивает. И он пытается ее забрать при помощи лжи и гадких речей. Не очень-то и успешно. Ей слишком нравится помогать своим последователям. Этот город с каждым разом все больше выводит Казуму из себя. Ведь даже намыли логотип культа. А Акву и вовсе выгнали из церкви. Ведь она случайно очистила воду в местном целебном источнике. Управляющий церкви жаловался, что вода и без Аквы теряла свои полезные свойства. Ну и она решила очистить все близлежащие баньки. За что жители ей спасибо не сказали. А наоборот нарекли ведьмой. И пришли с факелами под окна. Аква хочет очистить место загрязнения. Ведь тогда источники вернутся в норму. Что логично. Правда к источнику геотермальной энергии ребят не пускают. Что довольно печально. Но как же хорошо, что с ними дворянка, которая без проблем откроет любые ворота. Главный источник действительно травят. Причем не Абыкто, а генерал владыки тьмы по имени Ханс. Его уже порядком заколебал этот город с его тупым культом. Так что он решил поднастрать жителям. Казуму такой исход не устраивает. Поэтому он кидает ему вызов. Но быстро передумывает. Ведь Ханс ядовитая слизь. И может с легкостью превратить Казуму в пюрешку. Наш шуи отряд дает по газам. Но их зажали с двух сторон. С одной генерал владыки тьмы. А с другой обезумевшие жители. Казума предлагает забитные источники. Но Аква не согласна. И бежит обратно к Хансу. И после такого признания у Визы рвет башню. У них был уговор. Она будет сохранять нейтралитет пока не гибнут невинные люди. Как вы могли догадаться. Одно из условий нарушено. Виз очень сильный маг. И Хансу ничего не остается. Кроме как перевоплотиться в большого слизняка. У Казумы план по его устранению. Он заметил, что кости Ханс не переваривает. А Аква может воскресить человека даже если остались только кости. Казума видел слизь за собой. И прыгает с обрыва. А Мегумен бьет Ханса магией взрыва. Виз тоже помогла. Она добила монстра. Точнее устранила остатки его тела. Но слизнюк выжил. Ну и с ним уже справилась Аква. Забафанная молитвами последователей. После такого мощного удара. Все источники обратились в обычную воду. Так что последователи ей спасибо не сказали. Вернувшись домой ребята принялись отдыхать. Ну а теперь пора перейти к фильму. У главных героев снова проблемы. Из-за фейла на задании. Они отменили сезон Тунца. Скажем спасибо Мегумен. Заливая горе в таверне. На Казуму вдруг свалилась Юн-Юн. Которая сообщает нашему герою. Что хочет от него ребенка. Ну а хочет она карапуза не просто так. Ведь бабка Бедуня в ее родной деревне. Напророчила что миру грозит опасность. Но именно ребенок Юн-Юн сможет предотвратить крах всего. Убив короля демонов. Все бы ничего. Но это просто шутка. Ведь в конце письма была подпись. Общей подруги Мегумен и Юн-Юн. Короче это был тотальный пранк. Ставьте лайки Рака Макафо. Но также было еще одно письмо. В котором говорило что родная деревня в опасности. Так как ее кошмарят приспешники владыки тьмы. Которые спавнятся в близлежащем замке. Что скорее всего правда. Ведь в конце не было никаких дополнений. Вот так и кончилось не успев начаться половая жизнь Казумы. Наши герои двигают квиз. Дабана телепортировала их на родину к Мегумен. После успешного каста могу сказать. Что рядом с деревней. Ведь огромная стая женщин-орков начинает преследовать Казуму. А все для того чтобы продолжить род. Но почему-то нашего героя спросить забыли. Казуму такой расклад вообще не устраивает. Ему страшно и плохо. Благо рядом была Юн-Юн которая отпугнула орков. Но на этом проблемы героев не кончаются. Их начинают прессовать солдаты владыки тьмы. Которых Мегумен разносит магией взрыва. Правда после бабаха прибегает целая орда. Справиться с которой не представляется возможным. Ну и по рояльному стечению обстоятельств. Прилетаются родичи Мегумен. Которые крошат статистов в салат. Они кстати тоже с прибабахом. И здороваются как пауэр рейнджеры. После прибытия в деревню. Нашуи отряд знакомят с головой Алых Мазоку. Который говорит что в селе дела идут отлично. Армию короля демонов они просто превращают в ничто. Им весело и классно. А все что было в письме просто пафосные словечки. Которые местные используют повсеместно. На самом деле они не могут определиться. Разрушить владения владыки демонов. Или оставить их. Дабы продавать туристам билеты на фаер шоу. Насмотревшись на резню вдоволь. Наши герои отправились к Мегумен в конюшню. Ой то есть домой. Знакомство с родителями сразу не задалось. Ведь они восприняли Казуму как жениха Мегумен. Ведь в письмах она рассказала все до мельчайших подробностей. Ну а еще между делом. Наш герой упомянул. Что скоро у него контракт на 300 миллионов. И то что он владеет поместьем. Короче. Мать теперь хочет выдать Мегумен в жены. Дабы зять вытащил их из финансовой жопы. После ванны мать всех усыпляет. И ложит Мегумен с Казумой в одну кровать. Наш ГГ животнич полный. Другими словами винницкая мартышка. Он начинает действовать. Но вдруг Мегумен просыпается. И спрашивает не собирался ли Казума делать с ней что-то плохое. Тот говорит что нет. Мегумен решает устроить проверку на честность. И намекает на потолочный акт. Казума сразу же соглашается. И наша взрывака убегает спать к Юн-Юн. На утро Казуме за подобное деяние начинают очень плохо относиться. Ну а он и не спорит. Пока ребятки осматривали окрестности. Главный герой подметил. Что в деревне много странностей. Например загадочная фабрика. Или то что в качестве перекладины в магазине одежды используют ружье. Также сценаристы раскрыли Мегумен и Юн-Юн через флэшбэк. Но это не важно. Ведь Даркнесс влипла в неприятности. Она пересеклась с генералом владыки тьмы. Которая как раз таки пытается кошмарить этот город. Казума решает запугать злодейку. Представившись именем Нарцисси. И рассказав о своих подвигах. Ну и после этого. Мадама сказала что не встретится позже. И дала по газам. Казума не оставляет попыток натворить дел с Мегумен. Вон даже окна заморозил. Но в этот раз любительница повзрывать была и не против. Жаль что их прервала тревога. Там мадам вернулась. Ну и она просекла. Что Казуму нифига не тот самый герой. И взяла его в плен. Она кстати трап. Но это так к слову. Злодейка приводит Казуму на секретную фабрику. Где должно храниться оружие. Которое поглощает магию. Только есть одна проблема. Запертая дверь. И почему то вместо кодового замка стоит обычный контроллер. По ролям от двери оказывается чит-код из популярной игры. Казума понимает что в нем не видит опасности. И пользуется этим. Запирая злыдню за дверью. О а вот и наши подоспели. Правда их диалог прерывается землетрясением. Наш милый трапик просто поглотил оружие. И разрушил завод. Довольно почетно. Начинается резня. От местных Казума узнает. Что остались еще одни нерасшифрованные руины. Где должна быть подсказка о том. Как справиться с антимагической фигней. Ну и там на камушке была на японском высечена история появления Аллахмазоку. Они искусственные люди. Созданные для борьбы с владыкой демонов. А создал их попаданец. По совместительству анимешник. И это объясняет их странное поведение. Также он сделал то антимагическое оружие. И крутое ружье. Способное ему противостоять. Ну и как мы помним. Стреляющая палка выполняет роль перекладина для одежды. Ребятки находят ружье. Заряжают магией Мегумин. И шмаляют. Ну вот и все подумал я. Как вдруг злодейка превратилась в огромную слизь. Но как же хорошо что поблизости оказалась Виз. Которая искала ремесленника. Однако наткнулась лишь на неадекватную жижу. Ну а еще им вонир помогал. У Казумы созрел план. Пока он с ребятами будет отвлекать жижу. Виз заберет магическую силу у жителей. И передаст Мегумин Син Юн. Но они в свою очередь поделят злодейку на ноль. Казума втирается в доверие. Признавшись в любви. А Виз в это время удачно передает силы девочкам. Ну все. Джи-Джи конец. Все рады и счастливы кроме Эрис. Которая застала Казуму попавшего под горячую руку. После победы герои отправились на пикник. Где Мегумин попросила Казуму прокачать ей магию другого типа. На что Казума лишь ухмыльнулся. Замаксив ей взрыв. Ну и бабах, конец. Спасибо за просмотр. Поставь лайк, напиши коммент, ну и конечно же подпишись. Ну и еще огромное спасибо моим донатерам. Пока.